Летняя спартакиада – это всегда большое событие для большой семьи Югспорта. Ведь весь коллектив не только успешно обеспечивает тренировочный и восстановительный процесс для национальных сборных России по более чем 50 видам спорта. Большинство из работников активно занимается физкультурой. Ну а спартакиады дают возможность проявлять себя, добиваться высоких результатов в работе и в целом в жизни. Каждый занимающийся, конечно, он работает в спортивном учреждении, там, где куются победы наших олимпийцев, чемпионов мира и так далее. Конечно, каждый должен любить и заниматься этим видом замечательным спортом. Я им уже пожелал победы. Главное участие, безусловно, ну и здоровая победа. Вы увидите, что борьба будет очень напряженная, сильная, но дружеская. Это один коллектив. В девятой летней спартакиаде принимают участие 10 команд по 5 из Сочи и филиала базы в Кисловодске. В составе каждые по 15 человек. В течение полутора месяцев они будут соревноваться в 11 дисциплинах. Это волейбол, мини-футбол, стритбол, перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета, черлидинг, парусные гонки, морская рыбалка. Впервые пройдет эстафета на сапах и пулевая стрельба. А в Кисловодске – плавание в новом, самом высокогорном бассейне Европы, который был построен в рамках федеральной программы. Ну а в день открытия спартакиады участников ждала комплексная эстафета. Спорт – это очень такое мероприятие дружелюбное, правильное. И для здоровья хорошо, и для контактов расширения хорошо. И потом опять-таки в этих внутренних коллективах же наверняка улучшается атмосфера и такой командный дух. Суперфинал пройдет в Сочи в начале октября. В нем сразятся лучшие игроки в составе сборных команд Сочи и Кисловодска. В этом году спартакиада стартовала в преддверии Дня физкультурника. Кстати, работники Федерального центра спортивной подготовки участвуют не только в своих внутренних турнирах, но и в городских фестивалях ГТО, тем самым подтверждая, что Югспорт – одна из самых спортивных организаций в Сочи.